МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Морозы до минус 22 идут в Красноярск. Столбики термометров уже начали опускаться до минимальных значений. За эту неделю они дойдут сегодня ночью. Сразу после этого красноярцев вновь ждут температурные качели. В пятницу 10 марта минус 7 днем и минус 10 ночью. В субботу и воскресенье температура воздуха будет в районе плюс 5. В ночь с 12 на 13 марта снова похолодает до 8 градусов ниже нуля. Такие погодные скачки синоптики объясняют циклонами, при которых атмосфера перестраивается на весенний лад. И вплоть до 15 марта ждать стабильных температурных значений не стоит. Март, он в принципе нестабильный месяц. Он может как и зимней погодой характеризоваться, в частности завтра, так и весенней, даже чуть ли не летней. Плюс 5, плюс 10 – это, конечно, достаточно высокие температуры для начала месяца. Там рекорды уже перекрыли. И в Красноярске перекрытие было нескольких рекордов. По максимальной температуре в дневное время. Ну, то есть обычно погода чуть более спокойная. Но в этом году вот такая вот нестабильная уже с начала месяца. Не прекращается в Красноярске сильный ветер. Сегодня порывы достигали 20 метров в секунду. А накануне стихия знатно потрепала городские объекты. Так, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» из-за ветра пробило крышу жилого дома, сорвало трубы за горячей водой, и топило все три этажа. Не выдержал порывов и флаг на сопке. Подробнее о последствиях стихии расскажет Полина Михальчук. Льется просто кипяток. Повреждения вся квартира, стены, обои, пол, потолок. Совсем не праздничное завершение дня ждало жителей проспекта Красноярский рабочий 8 марта. Из-за разбушевавшейся стихии старый дымоход на крыше дома обрушился и сорвал трубы с горячей водой. Да так, что жители трех самых пострадавших квартир ощутили на себе всю мощь Ниагарского водопада. Совершенно новый ремонт, совершенно новый пол, совершенно новый диван. Льется просто с потолка. Соседей сверху дома нет, у них с порога вся квартира в воде, в подъезде вода. Людмила рассказывает, лила из всех щелей. По закону подлости ее дома в роковой момент не оказалось. А когда пришла, ощутила весь спектр негативных эмоций. Тем не менее, времени на раздумья совсем не было. Нужно было действовать, чтобы спасти хотя бы что-то. Сын звонил в управляющую компанию, диспетчеру. Соответственно, когда льется все, кипяток и караул, диспетчер говорит, что через час, я слышу, что через час аварийка приедет. Это караул просто, потому что, ну, судя по тому, что мы в квартиру сразу первым делом поднялись в третью, не в третью, а на третьем этаже, там из-под двери лилась вода на площадку. Соответственно, понятно, что это долго. Соседи, значит, сказали, что это уже час как льет. В 2.05 дозвониться невозможно, потому что там очередь 27-я была, и ждать невозможно, потому что что-то нужно делать, что-то спасать. Сколько теперь предстоит восстанавливать, Людмила боится представить. Тем более, что ремонт в квартире достаточно новый. Тем не менее, само здание 55-го года постройки. И, соответственно, все конструкции уже потрепаны. Усугубило ситуацию и отсутствие кровли. Ее сейчас ремонтирует Sky Energo, а сам дом обслуживает ЖСК. Пока на месте никаких восстановительных работ не происходит. Единственное, есть рабочие, которые занимаются непосредственно кровлей. Но вот поврежденные участки закрыли досками, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. На местах уже побывали и сотрудники управляющих компаний, и застройщики, которые, вероятно, оценили ущерб и строят дальнейшие планы, как все это восстанавливать. Еще одно испытание стихии 8 марта предстояло пройти красноярскому флагу на Сопке, который, к слову, уже страдал из-за сильных порывов в начале января. Сильный ветер не утихает и сегодня. На Сопке это ощущается еще сильнее. Устоять на ногах здесь иногда бывает тяжеловато, поэтому не мудрено, что и красноярский триколор не выдержал такого напора. Поэтому флагшток снова пустует. В агентстве по туризму отчитались, что из-за сильного ветра на мачте флагштока деформировал скрепление, и пока ремонтируют оборудование, сам триколор решили снять. Делились кадрами последствий наши подписчики. Так, например, 8 вечером сорвало покрытие с гаража. На загородных трассах была нулевая видимость, страдали и рекламные щиты. Всего же за вчерашний вечер в аварийную службу поступило порядка 30 жалоб. Это, например, повреждение шифера на крыше, которое сорвало, и были повреждены два автомобиля. Также деревом были повреждены электрические провода. Ряд домов в многоквартирах оставались без света. Нужно было проводить переключения. В любом случае все сообщения фиксировались, передавались бригадам и оперативно устранялись. В течение дня сегодня также районы и администрации совершали объезды. Если где-то что-то выявлялось, то в оперативном порядке все это устраняется либо силами мобильных бригад, либо это городские службы дорожные, либо подрядчики, которые обслуживают дорожные знаки, светофоры и другие объекты благоустройства. Судя по прогнозам, пока ветер продолжает бушевать, а значит и службы находятся в режиме готовности. Однако завтра стихия должна успокоиться. Тем не менее, еще раз напомню и о существовании аварийной службы 005, куда можно и нужно сообщать о любых проблемах, возникших из-за ветра и любой другой стихии. Присылать фото и видео последствий можно и в любые соцсети и мессенджеры ТВК. На тот случай, если вдруг вы все-таки останетесь неуслышанными. Полина Михальчук, Владимир Антонов, Новости ТВК. Каток вместо улиц. Такие жалобы приходят к нам в редакцию с вечера 8 марта. Накануне в Красноярске прошел дождь. Сразу после ночи минусовой температуры заметно подморозили лужи. В итоге горожане получили обледеневшие дороги, ходить по которым просто невозможно. Один из таких проблемных участков на улице 9 мая. Тут залили, оказывается, сама природа, матушка, залила офигенский каток. Жалко, что я вот без коньков и рискую упасть и что-нибудь здесь себе сломать. Также жалобы приходили и из центра Красноярска. Там, по словам местных жителей, образовались такие же природные катки. Часть горожан к гололидице относятся с юмором. Например, блогер Сергей Токарев снял короткое пособие, как правильно передвигаться по улицам. Другие же красноярцы негодуют от бездействия городских служб. Еще серьезнее ситуация на загородных трассах. Краевые спасатели предупреждают, из-за сложной погодной обстановки на федеральных трассах могут ограничить движение для грузовых машин. Автолюбители просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и по возможности не выезжать за город. Из-за большого количества осадков участки на улице Цемлянской может подтопить. К такому выводу пришли специалисты на выездном совещании. Сотрудники администрации сегодня осмотрели участок возле улицы Бехемской на берегу реки Бугач. По данным мэрии, в этом году им удалось организовать качественный контроль ситуации, в том числе с помощью квадрокоптера. По словам мэра Красноярска Владислава Логинова, специалисты тщательно контролируют уровень воды на всем каскаде озер Емельяновского района и озера парка Октябрьский. В этом году сделали систему оповещения. Можно посмотреть, на пожарной части находятся специальные громкоговорители, которые в автоматизированном режиме при повышении уровня на озере парка Октябрьский на дамбе сразу проинформируют население о превышении уровня. Кроме того, привлекли дополнительное финансирование для того, чтобы вдоль русла на улице Каратузской сделать насыпь, чтобы в случае повышения, быстрого повышения уровня не подтапливало дома. В мэрии подчеркнули, что готовы ко всем сценариям развития событий. Сейчас специалисты продолжают работу по размыву поверхности льда, очищению пространства под мостом возле улицы Бехеемской, чтобы там протекала вода. На задержанного главу Ленинского района Андрея Бардаева все еще не возбудили уголовное дело. Об этом новостям ТВК рассказал информированный источник. Как при каких обстоятельствах задержали Андрея Бардаева, пока до сих пор не ясно. Где он сейчас тоже неизвестно. В Следственном комитете Федеральной службы безопасности сегодня новостям ТВК рассказали, что не обладают информацией о судьбе Бардаева. Известно, что суд пока меру пресечения не избрал. Тем временем, с момента появления сообщений о задержании главы района прошло двое суток. Но официально эту информацию тоже пока никто не подтверждает. На месте работы Бардаева в администрации Ленинского района исчезновение начальника пока также не комментирует, ссылаясь на его отсутствие на рабочем месте. Администрация Ленинского района, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Елена, я журналист новостей ТВК. Подскажите, могу услышать руководителя администрации Андрея Алексеевича Бардаева? Нет, вы услышать не можете. Почему он на месте? Его нет на месте. По неофициальным данным, Бардаева задержали за взятку. Якобы чиновник за определенную сумму согласовал размещение на территории района торгового павильона. В начале нулевых Бардаев был замполитом на атомной подводной лодке «Красноярск». В мэрии Бардаев работает 13 лет, руководит Ленинским районом с 2018 года. По открытым данным, он считался самым богатым главой района «Красноярска». За 2021 год Бардаев заработал больше 4 миллионов рублей. В его собственности земля, дом, гараж, две машины, два прицепа и лодка с мотором. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме в поселке Антипиха под Читой пострадали 4-5 этажи в первом подъезде дома. Этажа нет. О, ё-моё, мама дорогая. По информации МЧС, из-под завалов спасли 8 человек, 2 из них дети. Остальных жильцов эвакуировали. По предварительным данным экстренных служб, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. К работе привлекли 6 бригад скорой помощи, а также сотрудников полиции, которые оцепили место происшествия и помогали специальному транспорту беспрепятственно подъезжать к дому. В Нижневартовске мужчина заперся с ребёнком в квартире и открыл стрельбу с балкона. Всё произошло сегодня утром. В полицию о стрелке сообщила его жена. По её словам, мужчина грозился свести счёты с жизнью. После того, как на место происшествия прибыли спасатели, мужчина выстрелил в воздух с балкона. Силовики эвакуировали жителей соседних домов и, наконец, задержали дебошира. Жизни ребёнка ничего не угрожает. По предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину завели два уголовных дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Далее прервёмся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или ещё раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК не только ТВ. Телеграм, Вайбер и не только под запретом. Чиновникам в России запретили пользоваться зарубежными мессенджерами по рабочим вопросам. В Грузии после серии массовых протестов отозван законопроект об иноагентах. Что это значит? Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Чиновникам запретили пользоваться зарубежными мессенджерами. Теперь на работе при служебном общении они обязаны избегать телеграмма, Вайбера и других, если в переписке есть финансовые либо персональные данные. Также через популярные мессенджеры теперь нельзя предоставлять государственные и муниципальные услуги. Как теперь они будут общаться? Как быть со школьными чатами? Что изменится сегодня? Выяснял Виталий Поляков. Он сейчас в нашей студии. Виталий, чем не угодили мессенджеры и где общаться не запрещено? Оля, привет. Но мессенджеры не угодили тем, что государство формально не может гарантировать сохранность или конфиденциальность информации, которую через эти мессенджеры передают. Также новые запреты объясняют геополитической обстановкой, чтобы это не значило. Ну и теперь запрещено передавать через вот такие запрещенные иностранные мессенджеры персональную информацию и финансовую, то есть данные о банковских переводах, ну и тому подобное. Список запрещенных чатов опубликовал на своем сайте Роскомнадзор. Среди них самый популярный WhatsApp. Он принадлежит корпорации Мета, которая признана в России экстремисткой и запрещена. Также среди запрещенных теперь Telegram, Viber и другие. Они сейчас вот на ваших экранах. Запрет касается не только чиновников, но и работников предприятий, которые принадлежат государству или муниципалитету. То есть фактически учителям, чтобы соблюсти нормы закона, теперь нужно аккуратнее общаться с родителями в школьных чатах на базе Viber, WhatsApp и Telegram. Нельзя, например, называть детей или родителей по именам, так как это уже персональные данные. Мы сегодня обратились в мэрию с вопросом, как все это будет работать, и поняли, что пока у чиновников нет четкого понимания. Фактически в ответе нам процитировали закон и не более. Кстати, с представителями администрации мы общались в WhatsApp. 1 марта 2023 года вступили в силу требования закона об информации, который устанавливают запрет на ряд действий с использованием иностранных мессенджеров. В частности, не допускается их использование при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и муниципальных заданий, передаче с их помощью платежных документов, предоставление информации, содержащей персональные данные граждан, данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов, сведений, необходимых для осуществления платежей и сведений о счетах и вкладах. Использование иностранных мессенджеров для прочих целей законодательством допускается. Интересно, что общаться в мессенджерах запретили, а вот использовать тот же Телеграм как социальную сеть не запретили. И поэтому губернатору, допустим, или мэру не нужно теперь удалять свой канал, а жителям можно и дальше писать, жаловаться в комментариях. Но если WhatsApp, Viber, Telegram запретили, то что оставили? Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко утверждает, что до 1 мая все федеральные чиновники должны перейти на специально разработанную совместность ВКонтакте платформу «Автоматизированное рабочее место для госслужащих». Вот так оно называется. На разработку потрачено около полумиллиарда рублей. А пока платформу эту дорабатывать, чиновникам придется уйти в мессенджер ВКонтакте, еще есть там-там, можно обсуждать служебные задачи в Одноклассниках или в старой некогда популярной ICQ. Зато шпионы не помешают, хотя эксперты считают, что новый запрет нужен не для борьбы с утечками. Никакой логики в этом законопроекции, за исключением желания контролировать все и вся, нет. Ну, это нормально. В России в последнее время все законы принимаются, исходя из желания контролировать все и все. Но, повторюсь, это не работает и работать не будет. Ну, если только мы не говорим там про какой-нибудь типа корейский вариант или белорусский вариант, когда тебя на улице могут рандомно остановить и потребовать разлокировать телефон, чтобы посмотреть, что на нем установлено. Примечательно, что с одной стороны государство всячески всегда декларирует защиту персональных данных россиян, но когда ситуация доходит до дела, выясняется, что ценность этих данных в России мизерная. После массовой утечки персональных данных клиентов Яндекс.Еда суд в качестве компенсации ущерба постановил выплатить каждому пострадавшему всего по 5000 рублей. И, кстати, российские платформы регулярно допускают такие утечки. Только в этом году в сеть попала информация о клиентах сервисов Сбербанка, Спортмастера, Дикси, Согаза и многих других. Так что российское не значит безопасное. Специалисты считают, новые запреты для чиновников могут выйти власти боком. Может потеряться их лояльность, потому что они основные избиратели партии власти. И вот они могут быть инициаторами, собственно, перехода к новому политическому режиму, потому что слишком много уж ограничений и мало выгод от, собственно, наличия в этой системе у них становится. Вот это является кризисом, собственно, политической системы сейчас в стране. Пока для чиновников, которые нарушат новый запрет, наказание не предусмотрено. Специальных каких-то штрафов нет, но не исключено, что будут. В любом случае, несмотря на регулярные заверения власти о том, что важно иметь прямую связь с людьми, в последнее время государство само отказывается от многих весьма эффективных инструментов общения. Власти ушли с Ютуба, из популярных социальных сетей, теперь запретили популярные месседжеры. И хоть в интернете и шутят, что скоро чиновники будут общаться с помощью почтовых голубей, или чиновникам стоит уже научиться телепатии, но все-таки в каждой шутке есть доля правды. Оля, на этом у меня все. Спасибо, это было Виталий Поляков. И если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в группу ВКонтакте. И продолжаем выпуск. В Грузии отозвали ставшей причиной двухдневных протестов законопроекта «Бы на агентах». В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что увидели разногласия в обществе из-за документа и пообещали лучше разъяснить обществу цель принятия такого закона. В своем сообщении парламентарии уточнили, что хотят самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в стране. Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный рлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Закон о прозрачности иностранного влияния в первом чтении приняли в Грузии 7 марта. Документ предусматривал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Закон вызвал массовые протесты, митингующие вышли к зданию парламента в Тбилиси. Против законопроекта выступила и президент Грузии Саламе Зурабишвили и пообещала наложить на него вето. Говорить на ТВК может каждый. Каждый услышит ответ. Постоянная рубрика «Говори на ТВК» в новом формате. Теперь телезрители смогут не только рассказать о своей проблеме на видео, но и получить решение. Слушать красноярцев и помогать им в поиске ответов будет ведущей Елена Армас об уборке снега, установке светофоров и борьбе с сосульками. Прямо сейчас в первой серии проекта. Привет, я Елена Армас. И с этого дня мы с вами начинаем говорить на ТВК. О том, что вас волнует, чего не хватает. Вместе будем искать ответы. Здесь вы можете высказываться прямо и честно. А чтобы озвучить свою проблему или поделиться своей радостью, присылайте нам видео с пометкой «Говори на ТВК» в любых социальных сетях ТВК, а мы сделаем так, чтобы вас услышали. Без лишних предусловий. Начинаем. И первое видео, читая как первая проблема, пришло к нам с правого берега. Жалобы обратили жители дома номер 115 на улице Свердловская и прислали нам вот такое видео. На кадрах детская площадка, которая буквально усыпана ледяными снежными глыбами. Вот что рассказывают жители этого дома. Ходишь погулять с ребенком, и ребеночек захотел с горочки покататься. Да, спасибо, что это делаете на детских площадках, конечно. Вот. Дети, естественно, уже растаскали туда. Также глыбы льда находятся вон там. Там это вот просто... Как это называть? Это назвать? Вы убрались? Ну, конечно, на такой детской площадке о безопасности детей говорить, к сожалению, не приходится. Сама эта зрительница рассказывает, что уже оставляла заявку на то, чтобы эти глыбы убрали. Но, как видите, ВОЗ и ныне там. Такую же картину видят, казалось бы, жители центра города. Вот такое видео нам прислали жители дома номер 124 на проспекте Мира. К детской площадке. Так все свалили на детскую площадку. Качелям не подойти. За уборку дворов у нас отвечают управляющие компании. Уборку после уборки тоже должны контролировать они. Если вы столкнулись с проблемой, когда управляющая компания недобросовестно выполняет свои обязанности, эксперты советуют обращаться в службу жилищного контроля стройнодзора по телефону, который вы видите сейчас на экране. 8 800 333 70 07. Нет ни светофоров, ни ограничения скорости, ничего. А это видео нам пришло с улицы Правсоюза вблизи Копыловского моста. Красноярка рассказывает, по утрам там страшно везти ребенка в детский сад. Нерегулируемый пешеходный переход, который находится там, часто становится местом ДТП. Буквально вчера здесь вечером была авария. Видимо, я пропускал пешехода, из-за чего другая машина просто не уехала. К тому же еще я в автобусе еду. Светофоры здесь как раз. За установку светофоров в городе отвечают ГИБДД совместно с Управлением дорог и благоустройства. Как поясняют специалисты, еженедельно они собирают рабочую группу, чтобы как раз-таки подобные вопросы решать. В теории, возможно, установку светофора на данном участке могут рассмотреть, если этот участок будет подходить под конкретные критерии. Автоматический регулировщик обязательно установят, если, во-первых, интенсивность движения транспортных средств на участке дороги составляет не менее 600 единиц в час в обоих направлениях в течение одного часа рабочей недели. Во-вторых, если на перекрестке совершается не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 месяцев. Если на участке дороги соблюдено хотя бы одно из этих условий, то установка светофора признается необходимой мерой. Так что с просьбой об установке светофора можно обращаться в мэрию или напрямую в Управление дорог и благоустройства. Телефона вы видите на экране. Психологи считают, что проговаривая проблему, вы наполовину решаете ее. Не спроставить. Так в конце февраля к нам в редакцию прислали вот такое видео. Огромные сосульки свисают с крыши дома прямо в центре города над головами прохожих. Стрелище на самом деле пугающее. Слушай, ну они прям уже вот, прям держатся с последних сил, да? Эти сосульки. Ужас. И такая ситуация по всему центру города. Вот, например, еще одно видео на кадрах. Сосульки свисают прямо с крыши. И в этот момент под этой крышей проходят люди, на которых эти сосульки в теории могли бы упасть. Все могло бы закончиться вообще трагедией. Но спустя пару дней, после того, как эти видео опубликовали в нашем эфире и в соцсетях, Красная Ярка сняла нам новый ролик, как эти самые сосульки убирают. Ну вот, буквально на днях снимала для ТВК, говорим на ТВК, что сосульки в центре. Сегодня вижу здесь уже мышка. Сейчас будут вот эту глыбу ледяную сбивать. Ну вот, выпит. Снег рабочий. Палочкой. Ну, тут нет, на самом деле, это очень небезопасно, так скажем, и для самого рабочего. Будут машины еще прибракованы внизу. Ну, так, наверное, что-то пытается с этим изобразием сделать. Свои жалобы на опасные сосульки можно оставлять своим управляющим компаниям, либо звонить в диспетчерскую службу Красноярска по номеру 205. Такой вышла подборка на этой неделе. Присылайте свои видео к нам в соцсетях, пишите, высказывайтесь, и вас услышат. Говори на ТВК с Еленой Армаз. Увидимся! Новый случай заболевания корью зарегистрирован в Красноярске. Это уже второй заразившийся. Им оказался ребенок, который живет в том же подъезде, что и первый заболевший. Об этом рассказал руководитель Краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Санитарный врач уточнил, что родители второго заболевшего, зная, что в доме есть случаи кори, наотрез отказались приемлемо. Прививаться сами и прививать своего ребенка. Специалисты поясняют, корь очень заразная и может давать серьезные осложнения, вплоть до отека мозга и легких, гепатита и глухоты. Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся 100% восприимчивостью неимонных корей лиц. Это означает, что если непривитой человек находился в контакте с заболевшим корью, то он заболеет корью в 100% случаев. Вирус кори очень летуч и обладает высокой контагиозностью. Он может передаваться по вентиляционным трубам, по шахтам лифтов, вследствие чего могут заболеть корью жители одного дома на разных этажах. Сейчас специалисты Роспотребнадзора совместно с Минздравом проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Напомню, первый случай заражения корью в этом году в регионе зафиксировали 21 февраля. Четырехлетний ребенок с родителем вернулся из региона Сибири, где ранее уже фиксировали корь. Последнюю вспышку заболевания корью в Красноярске зарегистрировали. В 2015 году тогда заболели 39 человек, все они были непривиты. На дороге Красноярской элиты с 9 марта изменили схему движения. С чем это связано, об этом мы не только расскажем в рубрике «Новости коротко». Партнер проекта «Чистка ковров Лоск». Вывоз и доставка ковров бесплатно. 9 марта на перекрестке дорог Красноярск элита именина Бугачева начала действовать новая схема движения. Это связано с реконструкцией трассы. Теперь проезд в сторону Бугачева осуществляется по обездной дороге. На перекрестке переместили светофоры и установили оповещающие знаки. Новая схема будет действовать около двух месяцев. Автомобилистов просят учитывать данную информацию. Каток на острове Татышев в Красноярске 9 марта не стали открывать из-за снегопада. Информация об этом появилась в социальных сетях парка. Сейчас специалисты ждут, когда погода станет лучше. Об открытии катка в Татышев парке обещают сообщить позже. На данный момент площадку замело снегом и его надо расчистить. Но из-за того, что непогода сохраняется, сделать это пока невозможно. Торговый комплекс «Купеческий» придет в Красноярске за 242 миллиона рублей. Двухэтажное здание с цокольным этажом находится на улице Павлова. Объявление его продажи появилось в сети. Собственник уже не первый раз пытается продать недвижимость. В конце 2020 года за здание просили 560 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. Сейчас ценник уже в два раза меньше. Отмечу, торговый комплекс построили в 2013 году. Площадь здания больше 8 тысяч квадратных метров. Тристосов в коллекции в рубрике «Хоббики» директор Национального парка «Столбы» Вячеслав Щербаков. Нужно ли пломбировать счетчики и что делать, если в подъезде установлены неработающие камеры видеонаблюдения? Рубрика «Вопросы ЖКХ». Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. Четыре кабана попали в фотоловушку. Группу парнокопытных сняли на горном хребте в Саяношушенском заповеднике. На кадрах видно, как кабаны идут в стаи, обнюхивая территорию вокруг себя, возможно, в поисках пищи. Специалисты заказника предположили, что животные переходили через хребет вниз к водопою. Отмечу, что впервые кабанов на территории Саяношушенского заповедника увидели в 1977 году. Тогда численность этого вида составляла всего 15-20 особей. Сейчас же количество диких свиней выросло примерно до 70 особей. Сегодня героем рубрики Натальи Кечиной «Хоббики» стал директор Национального парка «Столбы» Вячеслав Щербаков, который собрал коллекцию из более чем 300 сов. Но самое ценное для меня все-таки вот это. Она прямо остается непревзойденным, наверное, эталонным образцом, когда человек сделал ее 25 лет назад. В прошлом году произошел небольшой рестайлинг, ребятишки помогли тут дорисовать, разрисовать, все. Потому что за эти 25 лет как-то маленькая уже она не товарного вида была. Четверть века назад тогда совсем еще молоденький Вячеслав Щербаков трудился в Саяношушенском заповеднике. И эту сову презентовал тамошний таксидермист. Причем при создании ни одна птичка не пострадала. Попье-маше, какие-то щепки, прочий подручный природный материал. Тогда ведь не было спецматериалов и рук стекла, и чтобы сделать, например, сове глаза, переплавляли бутылки. Ну и как водится, стоит только начать. Тем более, что к совушкам, а именно так ласковый директор Столбов всегда называет этих птиц, у него давняя страсть. Сова – это очень мудрая птица. Она просто так голову не будет поворачивать, она будет смотреть, наблюдать за всем. Лишних телодвижений она не делает. Вот, наверное, мудрость этой птицы, наверное, нужна многим людям. Как только совы начали появляться в кабинете директора, а потом и дома, то все, пропал этот самый дом. В подарок Вячеславу Михайловичу начали носить сов все, кто только мог. И когда их количество перевалило за 300, и жена ненавязчиво намекнула, что их дом – это все-таки для людей, а не для птичек, директор стал сов постепенно раздаривать. Теперь коллекции лишь самые ценные для него, как, например, вот эта прозрачно-хрустальная сова из побратима наших Столбов национального парка «Словацкий рай». Это у нас как раз из Белоруссии, Беловежская пуща. Тоже в 2012 году я купил такую сову там, мне она понравилась. Ну и еще и, наверное, символ мудрости. Это вот из Тиберды. Наш заповедник тоже тибердинский. Тоже такая вот горная, интересная. Теперь это тоже национальный парк. Каждый год национальный парк Столбы выпускает календари с фотографиями зверей и птиц, сделанными в нем. Сова все непременно, конечно, в календаре присутствуют. На территории нашего парка живет 9 разновидностей совушек. Иногда они попадаются под камеры фотоловушек, установленных в труднодоступных местах. Ну прямо очень иногда. Проще медведя увидеть. Это опять же свидетельствует о мудрости этих птиц. Скрытный вид птиц. А вы их часто видели? Очень редко. Очень редко. Причем тогда, когда тебе уже покажут. Вот она. То есть они шифруются? Угу. У них есть такой способ мимикрии, да? Спокойно затаиться. Потому что это же в основном ночная птица. А еще если вы заметили, на окнах всех домиках на столбах висят фотографии сов. И это не просто респект директору с его увлечением. Для того, чтобы не бились птицы об стекла, ну или допустим об отражающие элементы, мировой опыт, наклеиваешь специально, то есть делаешь наклеечки из хищных птиц. И мелкие птицы просто их избегают, да. Ну и возвращаясь к коллекции, есть совсем забавные сова-скрипачка или вот эта дама, слегка потрепанная жизнью на курьих ножках. Ну конечно, самые дорогие те, которые подарены самыми любимыми людьми. Вот это сделано дочкой Аней, когда ей было всего 6 лет, на уроке керамики. А вот это подарено на день рождения супругой, между прочим, со стразиками Сваровски. И несколько сов, которых подарили национальному парку школьники. Вот это сделано из монтажной пены и символично висит над картой национального парка столбы, как будто охраняя его. Ну в общем, совы для директора столбов Вячеслава Щербакова давно, если хотите, символы гармонии и спокойствия в душе. Да и просто счастье, которого, как известно, много не бывает. Наталья Кечина, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. Нужно ли пломбировать счетчики? Что делать, если в подъезде установлены неработающая камера видеонаблюдения? На эти вопросы прямо сейчас ответит эксперт Наталья Балабина в рубрике «Вопросы ЖКХ». Известно, что счетчики нужно пломбировать, но специалисты заявили мне, что пломбы уже давно не ставят. Так ли это? Ну, во-первых, хотелось бы спросить, какие специалисты заявили, что пломбировать счетчики не надо? И какие счетчики? Если это счетчики по электричеству, соответственно, обязательно там должны стоять пломбы. За этим четко следит ПАО «Красноярский энергосбыт». Если это имеются в виду счетчики на приборы индивидуальной холодной и горячей воды, то тоже необходимо их пломбировать при замене, при поверке. Обязательно специалисты проверяют. Чтобы вам еще раз в этом убедиться, также я предлагаю написать официальный запрос в Сибирскую генерирующую компанию, что вы поставили, допустим, вам поставили счетчики. Необходимо их пломбировать. Вот если вам придет официальный ответ, что нет, тогда и вопросов нет. А если какие-то где-то кто-то специалисты сказали, то на это внимание обращать не стоит. В подъезде стоят камеры с лежением, но они не подключены. Управляющая компания объясняет, что это дорого. Законно ли это? Ну, во-первых, когда собственники данного многоквартирного дома устанавливали данные камеры видеонаблюдения, соответственно, они брали деньги, проводили, во-первых, общее собрание собственников, на котором они должны были принять решение. Первое, чтобы установить эти камеры видеонаблюдения. И второе, оплатить из каких источников. То есть либо тариф повышать, либо отдельная строчка и так далее. Тогда управляющая компания обязана принять к исполнению данный протокол. И при наличии средств, соответственно, они установили эти видеокамеры. Теперь, чтобы велось постоянное видеонаблюдение, для этого нужна дополнительная аппаратура. Это раз. Второе, все эти показания, все эти видео записываются. Определенное время хранятся на сервере, чтобы если кому-то в квартиру какие-то воры или еще кто-то залезли, то есть чтобы посмотреть. Поэтому необходим протокол обязательно и источник финансирования, за счет чего ежемесячно будет оплачиваться данная услуга. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00. И на сегодня это все новости. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»